В Пересвете прошло заседание выездной администрации. В фойе ДК «Космос» руководители профильных подразделений и коммунальных служб отвечали на вопросы, которые беспокоят местных жителей. Одна из причин сетования граждан – работы местной управляющей компании в части оказания платных услуг. Почему мы, вызывая электрика, сантехника, платим 350 рублей за вызов? Я вызвала, они пришли, поздоровались со мной, ой, мы это нет, и ушли. То есть, получается, я 350 рублей заплатила за воздух. Через два дня у меня прорвется тот же кран. Я опять буду вызывать. Я диспетчеру объяснила все. А это у нас накасается, будете еще платить. Управляющей компанией, которая берет деньги за невыполненную работу, должны заниматься контролем надзорной органы. Касаемо самих платных услуг, замглавы округа Александр Афанасьев пояснил, что по закону ремонт внутриквартирного оборудования не входит в платежки, которые выставляет управляющая организация. В соответствии с действующим законодательством, с жилищным кодексом, с постановлением правительства Российской Федерации, определен состав общего нового имущества. Неопределено, что за его содержание собственники и наниматели жилых помещений платят управляющей компании по квитанции. Все, что не входит в состав этого имущества, управляющая компания вправе осуществлять на коммерческой основе, то есть за дополнительную плату. Другая проблема – самодельные кладовые жильцов в подвалах многоэтажек. Люди возмущены тем, что отстроенные ими погреба коммунальщики требуют ликвидировать. У меня однокомнатная квартира, живу я одна. Если я кого-то попрошу сделать, ну просто косметический ремонтик, я не могу ни эту гребетку, ни эту мучку куда-то поставить. Естественно, я несу туда, потому что мне не развернуться ничего. Нет нужного. Вообще есть положение такое, чтобы очистить от грязи все подвала, засыпать песком. И люди должны как-то, ну все многие, то велосипеды, то лыжи, ну не все же могут в квартире, балкона тем более у меня нет. Александр Афанасьев ответил, что есть общие требования к содержанию подвалов. Если сарая не предусмотрена документацией на дом, то они находятся в подвале и не имеют права. Ну многих жителей это не устраивает, безусловно. Но опять же, требования законодательства от этого никуда не будет. Подвальное помещение должно быть сухим, там не должна течь вода, не должно пахнуть канализацией. И вход в подвал должен быть закрыт на замок. То есть вход туда должен быть ограничен. В числе прочих тем обращений жителей, об устройстве дополнительных тротуаров, восстановлении благоустройства после земельных работ, содержание площади Пухова и другие. Звучали также предложения по оптимизации транспортного сообщения. 23 маршрут у нас ходит по улице строителей. И конкретно вот от наших родственников поступила просьба изменить маршрут. А также как ходит 60-й автобус, то есть остановка около больницы. И в сторону серебряного посада, и в обратную сторону, в сторону рынка, чтобы пожилые люди могли пользоваться этими услугами, общественным транспортом и быстрее и легче добираться до больницы. На часть озвученных вопросов жители Пересвета получили ответы на месте. Остальные взяты в работу профильными ведомствами. Михаил Зуйков, Антон Коврежных, программа События.